Как пахнет Родина, сухой травинкой запутавшийся в волосах ребенка. Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся у Михаила Моторэйф, который, как вы знаете, производит экипировку, снимает про квадроциклы. В общем, находится в квадродвижухе. А еще я на машинке ушивать умею. Здравствуй, дорогой мой! Еще смотри, у нас тут в кадре кто стоит. Роман. Игорь? Значит, для чего мы сюда приехали? Вышла новая коллекция Моторэйф, это как, 4.25? Ну, уже да. То есть, такое обновление линейки. В принципе, нового чего-то прям по супер дизайну мы сейчас не увидим. Как бы самый главный момент, мы тут решили немножко разобраться в материалах и об этом рассказать. Потому что именно само обновление экипировки, это основной базовый материал, мембрана так называемая. То есть, давай, наверное, сразу перейдем к делу. То есть, смотри, дизайн добавился один, остались примеры те же, изменилась полностью мембрана? Да. То есть, то ткань, то материал, из чего это все делается, скажем так. Начальная прослойка. Что мы будем более дышащие. Ну, не знаю, кто-то в 25 если катается. Ну, такие есть. Я тоже катаюсь. Да, да, да. И, значит, нужно было сделать так, чтобы еще и дышало максимально. В общем, давай предысторию. Вот у нас на рынке все бренды, которые представлены, в том числе и мы, мы занимались разработками своих собственных мембран. То бишь, накатывали там от параметров, которые нам нужны, для чего. То есть, это водяной стол, пароотвод максимальный. То есть, мы всегда шли в струе максимального водонепроницаемого. То есть, ты был всегда сухой. Но при этом мы немножко джерствовали пароотводом. Приведу пример вот этого. Мы поехали в Карелию. И так попало, что неудачная погода сложилась. И целый день шел дождь прям лютый. И мы все равно решили ехать. Ехали мы часа два, может быть, пока у одного чувака ремень не порвался. И были все в разных экипировках. Вот мы с Алексеем были в Мотореве, еще кто-то был. А другие ребята были там, Финтрейл, Драгонфлай. И, короче, когда мы остановились, ну, расстегиваемся, короче, мы сухие были вдвоем. Остальные вообще были мокрые насквозь. Просто мы Финтрейл промок, и уже промокла их внизу, и до трусовки. Ну, понятно. Куртки промок, это два часа. Это не мбрана. Промокла, короче. Это вот... Самый важный, ключевой, наверное, вопрос. За что человек покупает... Какие чеколадки? За что он платит, да? За что он платит? Что вот буквально особенного в твоих костюмах? Расскажи, потому что мы должны понимать. Подожди, мы сейчас... Да, давай сейчас мы вернемся. Вот он сказал, что люди промокли. За это у нас отвечает, как назовем, водонепроницаемость. Есть некие мифические цифры, которые производитель указывает, ну, у себя на сайте, либо где-то в описании товара и тому подобное. Но сейчас вот смело мы можем говорить, что это, не будем материться, чистой воды обман. Все, что заявлено на сайтах... Да ладно. Секунду, секунду. Объясню, почему. Мы не просто так пинали, да, а мы собрали всех и сделали тесты этих материалов. Все, что написано, можно делить на два. А следующий момент. Ни один этот производитель теперь вам не покажет свой тест настоящей этой мембраны, тех параметров, которые он вам выдает. Просто не покажет. Прикол, да? То есть ты можешь прийти сказать, там, ну, там, фирма X, да, какая-то. А какая ваша мембрана, они вам скажут, ну, вот такое название, да, любое придумали, там, ТЭКС, ШМЕКС и прочее. И ты говоришь, а дайте сертификат для лабораторного испытания вашей мембраны. Все, что они тебе сделают, они тебе могут сказать, да мы сейчас тут кипяточку нальем, тут приложим мембрану, тут положим листик и посмотрим, за сколько секунд там что-то сделает и тому подобное. То есть тесты не проводили? Нет. Нет, вообще никто. Более того, выяснилось, что большинство производителей, мы вообще все заводы нашли, там, всю чутку. Так они, может, просто использовали завозки. Да, это все вообще там локальные мембраны, вообще, ну, низкого уровня. Ну, просто такого низкого, что, ну, это стрём. Ну, вот реально по-другому не скажешь. Ну, ладно, это их дело, да, это, короче, намек лишь производитель, не производитель, а аудитории, да, и людям, потребителям, что надо изучать немножко то, что ты покупаешь. И порой то, что написано, не фига, не соответствует, да, многим вещам. Переходим дальше. Мы вот всегда вот за эту фигню, ну, прям реально дергались, да, то есть нам нужны параметры, параметры, параметры. Вот в тех рамках, которые мы были, возможно, делать материалы, да, вот на, вот по синишний день, да, это были, если мы делали максимальную устойчивость к воде, то мы страдаем по параметры, но при этом при средних нагрузках это всё равно комфортно. Ну, или там, но когда ты уходишь в жару, к примеру, да, в какую-то, то ты уже начинаешь действительно какой-то дискомфорт быть, если у тебя ещё термобельё неправильно или ещё что-то. Поэтому вот такие, ну, моменты к нам могли прилетать, некого дискомфорта, но при этом человек будет сухой, как ни крути, влажность будет. Сейчас наладим мембрану. Дальше, идём дальше. И мы дошли до чего? Есть в мире производители, крутые производители мембран, типа Мерседес и БМВ. которые воюют между собой. Как мы тут воюем, Стелс, Одес, да, там, ну, к примеру, разный бренд. У мембран есть такие же гиганты. Ну, это прям пипец гиганты. Их мало. Одни из, двое из них, основные, это компания Гортекс и Торей. Это два старых конкурента мировых, которые работают с крупнейшими мировыми компаниями. Такие, как типа Аддас, Коламбия, Симс, Шминс. Вот всё, что есть топовое, кому нужна мембрана, они работают либо на Гортексе, либо работают на Торей. А где-то они и то, и то берут, просто разделяют на свои, грубо говоря, продукты. А кто эти мембраны использует в мембране, кстати говоря? В основном популярность мембран всегда. Вот ты сказал, два преподина. Она приобретает в местах, где повышенная влажность. А кто использует эти мембраны, которые ты назвал? Все. Все? Все мировые лидеры, крутые компании используют эти вещи. Но эти шмотки стоят реально больших уже денег. То есть мы попадаем в премиум сегмент мембран. Ну, как Симс. Да. То есть мы долго-долго бились-бились-бились и пришли в премиум сегмент. И пошло оно всё на. Да, мы подражали, у нас костюмы выросли в цене. Ну, не на много. А дальше прикол. Эти производители мембран, если мы сейчас будем разговаривать про свойства мембран, поровые, беспоровые, это тут вообще у вас так загрузим, а вот это нахрен не надо. Грубо говоря, Гортекс, Гортекс, поровые мембраны с офигительно крутыми показателями. Как водяного столба, так и дышащих свойств. Почему Вейдерс и Симс, которые на мембране Гортекс и Торей стоят от 60-80 тысяч рублей до 140 и прочее. Потому что производительность колоссальная. Что Гортекс отвечает за продукцию, что Торей. Японцы отвечают за продукцию. Мы почему пришли к Торею, не Гортексу. Торей это беспоровая мембрана, которая в эксплуатации с грязью не так поддержана засиранию, забиванию частицами, что она потом выйдет из строя быстро. Поэтому именно сравнивая два таких материала, была дана предпочтение в сторону Торея. Это, короче, понятно, это сейчас все такие, вот простыми словами для наших зрителей. Сейчас, сейчас, сейчас процент отвода пара увеличен к той же цифре, как и в водозащитой. То бишь 22 тысячи это будет водяной столб и 20 тысяч это будет отвод пара. Это максимальные параметры, которые возможны. Чтобы ты понимал, вот компанию, которую ты называл, у них реальная цифра там около 5, максимум. Но сейчас 20. И, и, я тут даже цены подготовил, теперь, вот, он можно будет потом там ставить. Вот тебе тестовые испытания материала. Именно партии производства и тому подобное. Это не Китай, это Япония. Это компания Торея, которая сделала, тебе делает сертификат, да, и тестирует тот материал, который тебе нужен. И вот они вот, заветные параметры. Михаил, это все здорово. Вопрос у многих возникает. У вас же стоит Ордура. Как это будет работать с этой мембраной? Все будет работать без проблем. Мы сейчас чисто про базовую мембрану. Какой кайф? Ты сейчас должен кайфовать, ездить, не мокнуть, но при этом ты будешь бежать в спринтерскую нагрузку, да, там, максимальную, что ты можешь. И ты будешь, да, себя больше комфортно в этом чувствовать. У тебя приведенные такие же показания, как и было ранее, к водонепроницаемости, да, что ты до этого катался, но при этом у тебя повышенный процент, огромнейший, именно от вода. Пара от тебя. Это уровень комфорта. А вот еще какие-нибудь конструктивные изменения есть? Это самое основное. Мембрана, но я... Это мембрана и проще. Остальные классические использования, типа, кордура, защита, вот это все остальное, оно уже проверено годами, и оно остается прежним. Вот Рома сказал по поводу, как это работает в связке. Многих вопросов, да. Кордура, типа, не будет парапроницаемости. Кордура, это сетчатый материал, это вот такая сетка, по факту. Она что туда, что туда. То есть она прощитует. Я думаю... Я думаю, это вопрос отсекает по поводу кордура. Да, это просто решено, а его значка какая? От истирания защитить мягкие мембрана именно материалы. И еще один момент. Костюмы стали легче. За счет чего? Вот за счет общего веса материала. Да, то бишь изменения чуть плотности. И он стал чуть легче. Там буквально процентов на 15. Но это стало как бы при носке, да, может быть, кому даже комфортнее. Да, то есть не так тяжело наружу. Прошу, кстати, сказать, добавить швы какие-то. А, про швы. Ну, это классическая история. Потому что у многих расходится швы бывает. Короче, что еще у Тореха? Это не у... Значит, добавлена эластичность. На мембране появляются возможности деформации материала. Он тянется. Представляешь? А что это дает? Когда ты вот где-то вот, ну, начинаешь двигаться, да, вот эти все у тебя. У тебя швы первая страдает. Шов. Понимаешь? Он же проклеен изнутри, да? И шов начинает у тебя страдать. И ты тянешь клейку, да, вот на растяжение максимально. И, получается, и саму нитку. А тут, получается, тебе материал даст деформацию. Он сам чуть-чуть потянется. Вот почему ножов все время протирается в первую очередь у некоторых вайдерсов. У меня ничего не протиралось. У меня никогда. Ни разу. Они делают ставку, знаешь, про защиту. Значит, в предыдущих моделях, вот это, которые, как она называется? Флекс. Самый, это вот как у Алексея. Флекс, да. Защита, там мне было немножко дискомфортно, как бы. Я его такси пытался. Вот в этой новой коллекции, предыдущей, к 23-й, там, год, уже более лучше. Защита именно она не ощущается. Ну да. Вот. И хорошо работает. И вот мы недавно были на Архизе. И чувак упал у нас, перевернулся. Локоть повредил, сильно повредил там. Если бы у него была куртка одета, это бы спасло. Вот я в Карелии перевернулся сильно. Ну да. Расканал. И даже, ну, упал, короче, сильно. Потом обезболивающих пил. И вот за счет того, что была у меня защита, она реально спасла. Ну, в плане того, что от всяких таких ударов. Вот он себе продрал. Я когда попал, не продрал, ничего, удар был. Но никаких повредений нет. Потому что защита вот эта... Я всегда говорю, квадроцикл, я вот всегда говорю, квадроцикл это техника повышенной травмоопасности. Как ни крути. Вот объясните мне, почему мотоциклисты, да, не катаются в том, что нашли в сарае? В сапогах, в старых джинсах. Да ладно, я каждый раз вспоминаю чуваков в Лерцах. Нет, ну, большинство, давай так, вот мотоциклист купил там мотик, да, и он пошел покупать шлем, куртку, джинсы все там. Ну, вот объясни мне. Ну, там считается супер получится. Это потому что им сказать, иди, купи экипировку, а потом мы выбираем мотоцикл. Ну, мы здесь также говорим, что наличие базовых уровней защиты... Это всегда... Если бы Олег вот этот ехал в куртке, его бы локоть не пострадал, он вот так об камень ударил и продрал. Упал квадроцикл. А он уголошен, что ехал? Ну, жарко было. Все понятно. Я, короче, ехал в куртке тоже. Ну, жарковато был, но защитил. Короче. Все. Значит, к этому мы... Все, это люди поняли. Это самый простой ответ на технические вопросы, да. Теперь мы переходим к цветовой гамме, да? Да. Что у нас есть? По цветовой гамме, значит, мы сделали лаконично. Самый популярный цвет, это вот у нас серый, как и был. Он немножко у нас хамелеон. Это, да, это цвет, который больше всех просили, камуфляж, то есть, есть группа фанатов, которые, ну, очень любят камуфляж, ну, и классика черные, конечно, цвета. А, ты сейчас меришь вот этот, да, чисто черный. Я меряю вот этот, допустим. А черный, ну, он был. Теленно модно и молодежно. Черный, он уже был. Черный, да, ну, это классический. Кстати, почему нету кислотных цветов? У Тарея есть нюанс, когда, если вы это откройте, вы поймете, вот потрогайте материал, вот он такой, как бы немножко. Вот здесь глянцевый, да, для сравнения. Видите, как хорошо цвета пестрые на нем смотрятся, к примеру. А здесь будет материал такой матовый немножечко. И на нем кислотные цвета смотрятся, ну, не так богато. Поэтому больше такие спокойные. Так, это. Да, вообще, то есть, ты в руки берешь и сразу его чувствуешь. Как будто какая-то ветровка. Да, да, то есть, совсем по-русски. Она легкая. Да, да. Легкая. Да, потому что я говорил, что это будет сразу легче. Вообще, как будто какая-то ветровка. Вот это очень важно, легкая. Потому что она намокает, она тяжелее. Совершенно верно. То есть, понимаешь, немаловажный момент, еще и вот этот вес. Все, дитя, как-то будет получше. Вообще, она легкая. Как будто не чувствует. Ну, а все-навсего там 15% общего веса. А тут вообще все равно помимо. Там вот ветровочка вообще. Слушай, реально, вот именно вес, вес очень важно. Прям легенько. Вот она мне напоминает, как в первой серии, она легкая. Да, да. В том-то и вот фишка новых материалов, то, что они тебе дают... Второй, да? Да, да. Для сравнения, мой рост метр девяносто, на мне XL, чтобы было понятно. Ты будешь или XL брать? Ну, да. Да, да, XL. А XL мне уже совсем слишком большая будет. А он там сзади сейчас подтянется? Как раз у него же там есть эти штуки? Потому что мне подойдет и под одежду подойдет. А сюда, по сути, я одевать только буду флис. Честно, я впечатлил этим весом. Вес офигенски удобный. Я ношу много. Слушай, ты здесь карманы сделал классные. Да, да, да. Вот это вот не хватало, как в простой куртке. Они были, просто ты эту модель... Я пропустил. ...цепляешь. Да, да. Камуфляж? Ну, да, это какой-то такой технокамуфляж считается очень симпатичный. Да, поэтому... О, смотри, и к селечку залез. К селечку не для Алексея. Но, но... Как мне там пишут, Алексея надо пирожки заканчивать. Э, да ладно. Хорошего человека там много. 100% намного легче. Легче, легче. Да, ну легче. Но это так кажется. Ты просто даже чувствуешь... За что я люблю твои куртки, здесь есть подкладка. Это вот нормальная хорошая куртка, всегда есть подкладка. Потому что большинство скапливается влаги именно на внутреннюю часть. Конечно, а подкладка и служит, чтобы тоже отделять как раз этот момент. Ну, я не знаю, да. Вот подкладка важная часть. Слушай, прям очень нравится лес. Серая. Офигенно, да? Они и у тебя тоже, ну, видите, у тебя такая же версия, то же самое. Ты просто еще флекс не выходишь никак. Правильно, ну ты брал тогда еще такой же, но сыну. Там же так же. Нет, на желтых есть боковые? Да. Это что, сын катается. Так сын-то я же не знаю, что там есть. У меня арман такие здесь. Ну, это у тебя. Чувствуете, я здесь чуть-чуть. Чувствуешь? Да. Вот сейчас, знаешь, вот вейдерсы вот сейчас возьми, вот за материал возьми и просто вот подергай его. Вот прям с обратной стороны вот возьми вот эту часть дешевную. И вот попробуй потяни. Видишь? Во. Видишь, играет? То есть, а сейчас я тебе найду вейдерсы. А вот. Слушай, ну вот возьми. Попробуй. У меня старик на секунду, у тебя там уже матье разошлось. Нет, все, я здесь хорошо сиди. Вообще, это удачный цвет. Здесь он чувствуешь? Здесь он не тянется. Здесь он не тянется. Да, то есть нету, а там есть подрежки. Очень удачный цвет. Ты сказал, тебе серый понравится. Я ничего не протерлся. Да я ничего, никто не говорит. Мы лишь... Слушай, а серый на фото не так смотрится, прикольный. А он на улице вообще другой будет. Он как хамелеон прям идет. Бля, я еще цвет. Но там их другом, да, сделал? Раньше-то вот здесь. А, они легче, как-то вот так было, да? Они приталенные. Немножко, да. Они, короче, приталенные еще. А есть просто черные, конечно. Есть, да. Ну, черный, камы и серый вот сейчас. Слушайте, многие задают вопрос по поводу дизайна Моторева. Честно, ребят, вот сколько можно говорить по поводу него, у каждого одному нравится красный, другому черный, фиолетовый. Никогда, никогда. Столько людей, столько людей. Поэтому хит-продаж черный цвет. Все прям по классике. Я у многих спрашивал по цвету. А это, Лех, ты снимаешь видео, нет? Или давай мне телефон? Нет, я надеюсь. А, ты сейчас оденешься? Оденешься? Мне нравится этот цвет, да, и который у меня, с желтым, с оранжевым. И я бы офигенный, зря Миша бы перестал делать. Мне говорят, а мне они очень нравятся. Мне вот это нравится. Я смотрю на них, мне кажется, что у них вообще со вкусом плохо. Нет, братан, вот сколько людей, столько и мнений. Но у меня плохо со вкусом. Нет, 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 нет. Это все индивидуально. Восемь сказали, что им этот не нравится. Индивидуально, понимаешь? Это все очень индивидуально. Слушай, очень классно, прям вот легкая куртка. Вот полностью такой цвет куртки и черные штаны. Для меня было бы просто идеально. Да, мне теперь, мне теперь моя любимая, это вот. Мне и так нравится этот цвет. Он на фотке реально как выглядел. Он на фотке смотрится светлее. Сейчас, вот сейчас, вот попробуй, как раз, вот эти движения все. То есть, вот они немножко приобрели другой эффект. Совсем другой. Сейчас, когда ремень оденешь и прочее. Ты вот это поднял, да? Да, да, да. И жопа поднялась. Все поднялась еще. Но при этом вес. Прикинь, это в течение дня, в течение дня это существенно. А когда это еще намокает, да, ну когда все равно влага-то есть, это еще как бы другое. Мне нравится, что ты сохранил функцию убирать капюшон. Да, он как отстегивается, так и убирается. Да, да, вот сохранил эту функцию, это реально очень классно. Я только не разобрался с этой, как с задней частью. А, вот, берешь вот так вот, стягиваешь, и у тебя талия присаживается, и спина на место встает. То есть, ты убираешь компенсацию. Вот и ударьку тоже можно. И я люблю камуфляж, камуфляж, камуфляж. Да, подержи. Сейчас покажу как раз, повернись. То есть, вот ты берешь, чипоинкс, вот так вот, и у тебя талия усела, и спина на место встала. Попробуй присядь. Не, он теперь не сковывает. Не, ну да, и этот. Причем у Excel у тебя как был, так и остался. Это потом еще подтянешь, там чуть-чуть. Легко, легко. Чуть как будто с разбега. Не, куртки очень легкие, мне нравится она вот легкая. Ну, то есть, сейчас, да. Но это все не так, да? Это очень важно. Но. Знаешь, как это, Михаил, многие говорили, что у Мотореев куртка жаркая, она не подходит для лета. Потому что, когда бывает обычно, ты едешь на квадрики, попадаешь в ливень. Ты начинаешь одевать, а условно на улице, там, ну, понятно, с 27 до 23 падает, тебе жарко в куртке. Три падает. То есть, здесь сейчас, вот в этой прямо она офигенская. Да, это она будет работать. И чем еще вот эта, когда ты ее складываешь, она вот компактная получается в кофре, много места не занимает. В этом плане очень классно. Слушай, ну, я прям удивлен весом. Да, вес имеет. Ну, даже несмотря на все эти вот вещи, для меня, там, допустим, самое главное, это параметры, там, износостойкости, пароотвода, да, и... Все так же защита сохранилась, то есть, плечевая, локтевая. Все на месте сохранилась. Спины офигенские. Так, ну, что вот. А что вот эта внутренняя часть такой с молнией? Защита съемная. А, это защита. Ты можешь ее снять, там, собрался за грибами, там, куда-то, там, не знаю, на рыбалку. А вдруг медведь. Без разницы, да, и ты просто испорьешь, собакой гулять, там, ну, что хочешь, где тебе там дождь, да. Просто защиту снял, она за одну секунду снимается. Короче, я люблю Каласин. Однозначно теперь, это мой любимый цвет. У тебя ботинки-то нормально, работает до сих пор? Работает. Ну, все, знаешь, ботинки, как смотри, сэкономил на ботинках. Смотрите. Тема такая, что я хочу сказать. Тебя сменить? Мне нужно это снять. Просто. Что я хотел сказать. Я, когда зашел на сайт, изначально, еще к Михаилу не приехал, значит, парни. Я у них подрабатываю за еду. Я что хочу сказать. Когда я зашел на сайт посмотреть ради интереса, я увидел разные фотографии. Там черные, понятно, это все понятно, камуфляж, кстати, тоже живую лучше смотрится. Но вот это на сайте смотрится не очень красиво. Когда я увидел живую, я просто кайфанул. Это теперь мой любимый цвет. Вот на сайте, кажется, вот такой цвет. А видишь, вот смотри, на солнышко выйдет, будет другой цвет. А в темноту зайдешь, он будет тоже еще. То есть, на сайте вот такой цвет. Но на самом деле невозможно передать передачу этого цвета. Но как бы ни пробовали, какое фотоателье этим не занималось, они не могут делать. Ты же знаешь, что на белом фоне со вспышкой же делаешь все это, ну там их профессиональное оборудование, а оно видишь, видит так. Мое мнение, я вам скажу так. Михаил, достойный продукт. Стал легче раза в два, мне кажется. Но не в два. Ну, для меня как вообще. Не, не, вот по сравнению, допустим, с предыдущими версиями, которые там вот на манекене, вот штаны, которые были, он гораздо легче стал. Потому что когда на Макалу там версия... Но я лишь сужу от общего количества произведенного материала, да, и плотности, по громаду, да, то есть именно в Эйдерсе. По цифрам. Именно в Эйдерсе. Блин, вот это вообще офигенное. Вот прям не хватало, знаешь, просто встанет, руки стынет туда. Именно в Эйдерсе я, ну... У тебя и тут. Да, да, там и там, все на магнитике. Не особо, что в легче с ней показано, ну так, на сколько-то процентов. А вот куртка вообще. Мне показано, что супер легкая, комфортная. Защита осталась. Я, короче, очень рад. Я теперь буду только в этом. А по мне черная вообще топ. Ну вот тут. Сколько людей и столько и мне. А я и говорю, дизайн не попадешь. Мне возможно уградать и попасть. А кто-то скажет, дайте мне синюю. Да, кто-то скажет, дайте мне там, не знаю, оранжевую. А тебе вот такая легкая не нравится? И прочее. Мне черная нравится. Тебе даже черная нравится. А Рома фанатеет от камуфляжа. А я от камуфляжа. Ему вот без разницы. Он мне еще скажет, что этого камуфляжа мало, надо так... Все камуфляжное. Да, да. Вообще все. Нет. Да. Ну, слушайте, ребят. Объясни мне, Рома. Вот в чем в камуфляже фишка? Ребят, я не рыбак... Ну, квадрик, ладно, камуфляжный. Пойдем под капельки. Я не рыбак, не охотник, ни капельки. Но в моем понимании из опыта эксплуатации все равно вот это начинает покрываться от грязи. Въедается. Такой мой-мой, но постепенно. А камуфляж, он это как раз более скрывает. И как бы он более чистенький, им кажется, с одной стороны. Вот эта часть сейчас скрывает грязь, которая попадает, у тебя ты в ней находишься. Вот только из-за этого. Он универсальный. Да, слушай, если ты ухаживаешь за всем этим по барабану... Вон, Игорь, желтым катался. Слушай, когда... Всегда свежий, ярок. Игорь, ой, Леха, оранжевый цвет. Михаил, на самом деле, многие, я тебе рассказываю, многие просто, знаешь, вот они покатались. Не, ну, это неправильно. В следующий раз они вот так вот сделают и одевают. Не, не, надо все мыть, как технику. И, кстати, помыть, посушить и повесить. И так же мембрана перестает работать. Неделю в некоторых, они кинули на дачу, и он на солнце висит там неделю, тоже неправильно. Неправильно. Посушил, убрал, все, оно висит на дешевлеточке. А так, когда люди грязные кинули, через неделю его только достали. Игорь, так еще и мембрана перестает работать со временем. Он просто пора забивается. Вот, про что я ему говорил. Поровый, беспоровый. Вы помните, я отводил вам речь, да? То есть, почему мы пришли к Торея, не к Гортексу? То есть, мы можем сделать Гортекс. Вообще вопросов нет. Они прям в одной ценовой категории, скажем так. Это все уже премиальные мембраны. Но, именно что касаемо Торея, поскольку она бесспорная, вот она не боится как раз вот этих вот дольше оставаний в грязи, еще частичек со временем, которые там забиваются, максимально дольше живет. Еще дальше. Да, еще дальше. И, как бы, опять же, вот мои слова, да, они могут сказать типа слова балабольства и тому подобное. Мы заходим на сайты производителей Торея того же самого, или Гортекса, брендов таких, как Симс, еще что-то. И там все это так же сам сказано. И теперь, да, я могу сказать, вот есть Симс за 80 косарей в эдресе и мои. Я теперь могу сказать, у нас одинаковая мембрана. Отвечаем. Вот, да, почему? Потому что, я бы сказал, даже есть модели, где мы сейчас превышаем по параметрам, да, то есть, даже самую Симс модели. Теперь плавно, господа, подходим к самому главному. Ценовая категория. Значит, тема выражения. Это важный параметр, да. У тебя есть несколько, значит, можно купить полностью комбы, как это называется, значит. Штаны, куртка, ботинки. Сколько? 46 тысяч. Сейчас стало стоить. Так, отдельно. Было, было 40, 39, 150, 100. Отдельно? Отдельно. А они теперь одинаковые стоят. 19,500, 19,500. А. Теперь цена одинаковая стоят. А ботинки? 7 тысяч как и были. Все, понял. Друзья. А, кстати, друзья, подожди. Что за эти деньги мы получаем? Мы получаем звездатую мембрану, мы получаем защиту здесь. Короче, да, ботинки обновили материалы, смотри, что сделали. Защиту морды в виде специально произведенного слоя, вот от шмыгания, от растрескивания, то есть, от всего такого. Опять вес, вес. И, да, еще вес они еще легче писали. Вес просто нереально. То есть, опять тут... Слушай, как классно. Здесь просто, на самом деле, не видно на камеру, наверное. То есть, вот это вот... Так она прям блестит. Такой разве? 43. А, это какой? 43. А, ну, вон, не речу. Ну, как и господа, дамы. Классно. И, ну, там немножко формы еще. А, все, залез? А, все. Надо, чтобы разносилось, но... Короче, за эти деньги, что мы получаем? Мы получаем крутую мембрану, мы получаем защиту. Нет, это... Они просто здесь чуть-чуть шире стали, вот в этом месте специально подняли проем, и они повыше чуть-чуть стали еще. Ребята, это... То есть, в принципе, можете пинать вот этим, они будут... Ну, пинаем мы в основном, что? Мы когда находимся... Там раньше была кожная вставка, да, а сейчас, видишь, добавили материал. Когда грязевая катка, короче, слазишь с квадриком, подготовишь, и колеса приезжают. Да, 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 и страдают мысы, да. Вот для этого и бабахнули вот этот материал. И в грязи так же, об корягу, об пень какой-нибудь. Мы сейчас все колеса, постоянно на них неезжают. Ну, кстати, да, ты когда толкаешь, колеса нечут. Раз, раз ты будешь, а ну, раз ты не замечаешь там, как... Сушёшь крупные боты. Боты, конечно, вообще прям... Короче, теперь должно быть просто... Мы подошли, по логическому завершим, дальше мы обсудим ценовую категорию. Вы слышали? Игорь, что мы за эти деньги получаем? Еще раз я повторюсь, расскажи тогда. Ну... Вот именно за эти... Вот за 19 тысяч пускай будут штаны. Что он получает? Ну, получается, мы получаем одежду уровня СИМС. Да, у нас крутая мембрана получает здесь. И защитой. За... Да, в кевларе. За маленькие деньги. Да. В кевларе, то есть безопасность и прочее. Но это не маленькие деньги, это адекватные деньги, как бы, да. Тут все зависит от наценки и жадности производителей. Если, знаешь, лупить себе звезду в голову, да, и продавать это там по 100 тысяч, как бы, да, и сказать, что мы прям... Ну, можно так, как бы, да. Но мы все-таки считаем, что надо быть с народом и в массовости, а не вот в этой визуальности. Михаилович, я люблю... И у нас нет такого, что мы, типа, дешевый товар продаем за дорого, как это делают другие. Да, я сейчас, опять же, я посетил многие заводы, если надо, сейчас покажу видео, там себестоимость ведреса 30 баксов. Мы вставим видео по возможности. Ну, просто, да, и там многие говорят, что финны трудятся, но они немножко раскосые, да, там, ребята. Ну, это, короче... Я люблю детали, уж видите, перебиваю вас всех. Я люблю детали. Что мы получаем за 19 в куртке? Мы получаем, понятно, что карманы. Да, по-любому. Удобные. Мы получаем хорошую мембрану. Кстати, фурнитура Япония UKK. То есть, тоже, она это все оригинал. Кстати, здесь, да? Да, здесь, ну, она, видишь, тракторная, здоровая, сантиметровая, почти внутренний карман. Понятное дело, что мы получаем карманы, да, вот, с одной стороны. А это уже защита. Мы получаем, как в нормальной одежде, которую вы носите, подкладка. Подкладка. Да, да, подкладка получает. Хочешь в туалет сходить? Хоп. Знаешь, да? Да. Кто не знает, вдруг, ну, это есть такая функция. А здесь у вас образовывается, вот он, такой, не кормовый, ручка, чтобы вы там сушить могли их, носить их, еще что-то. Не растягивать основные лямки. Да, на лямках никогда не вешать. Лямки вытягиваются, потом вы будете тянуть. А, ну, карабина сейчас тоже обновили. Ты что, карман здесь есть, а что внутри нет? Внутри нет, он есть, только внешний. Здесь есть, внешний. А, я вот что хотел, кстати, еще можно будет утянуть их. То есть, когда мы случайно оказываемся в воде, мы просто утягиваем и герметично, полу-герметично получается. Минимизируем попадание. Это не сухой костюм? Это когда ты спотыкаешься, как обычно идешь, по воде спотыкаешься, просто воду падаешь. Ты минимизируешь попадание. Собственно, вот что, мы и защита получаем, да. Съемный капюшон, он убирается. Кстати, ботинки стоят недорого, потому что у аналогичных марок, там самый дешман стоит 40, уже 9, там. Ну, они плачь, а если вот хороший уже, там они 20. Мне нравится, что здесь сетка стоит. Ну, оно как бы внутренне, не пускайте там песок всякий, еще что-то. Вот, да, да, вот здесь стоит сетка, которая как раз предотвращает. Короче, для меня, да, то есть важно, это выход на уровень премиальных материалов сейчас, да. По определенным обстоятельствам возможности появились, и они появились вот на одежде. Все, это самое важное. Бот крутые, бот реально крутые, прям вес офигенский. Мне нравится в своей экипировке, что она вся легкая стала. Потому что ты намокаешь, все равно чуть веса прибавляет. Конечно, понятно. Теперь вот, да, для зрителя, для потребителя. Ребята, другие производители, пожалуйста, ответьте за свои цифры. Я, пожалуйста. За базар. За базар ответьте. Да. Никто не ответит. Никто вообще. Но, другой прикол, если вам надо, у меня есть материалы, цифры ваших мембран. Ну, это в комментариях, пускай, напишут, да, если это надо. Да, продам, но задорого. Так, что, мы резюмируем, да? Мы резюмируем, так. Да что, встретимся в следующем году, что-нибудь новое придумываю. А пока катайтесь и ломайте это. Цену обсудили, материал обсудили, водоотвод обсудили. Да все, мам, многое, кости перемыли все. Можно заканчивать, да? Да. Потихоньку. Как всегда, был рад вас видеть. Зима у вас есть, вы еще и не сломали. Михаил, спасибо за качественный продукт. Да я всегда рад вас видеть. Дастойный продукт, ты каждый раз улучшаешь его. Придешь для Лехи делать оранжевый. Микаил, у меня единственная просьба, если это возможно. Вот сюда не хватает все-таки. Еще карманы? Знаете, один из вопросов какой? Они говорят, вот сюда можно сделать такую кармаль, чтобы чекушечка вылезала. Вот так вот, как пистолет. Я когда... Ну, короче, много, представляете. Вот, говорит, если фанфурик бы туда вот так вот залезал, вообще, говорит, идеально. Нет. Фанфурик посередине, блядь. Я думаю, вот этот прям момент, когда уже в интерстус так вот так вот стоишь. Да-да-да, короткий прям. И поехал. Ну, в общем, как-то так. Пришло время заканчивать ролик. Спасибо всем, друзья. И самый прикол, никаких промокодов ничего нет. Дорого! Ребят, это качество. Промокодов нету. Нет, на самом деле там все написано в углу, влево. Настоящие мужики скидку не просят. И сейчас такая волна женщин. Сюда, раз. С детьми. Да. Вот это вот, я не знаю, ну, а вставку покажешь сам, не покажешь, если надо будет. Ну, вообще, это есть на сайте, да. Это на сайте официально есть, можно зайти, посмотреть все параметры теста, материала. То есть, то, что сопутствует тому, что вы носите. Там, кто надо, на паузу поставьте и посмотрите. Это как бы вот распечатать тест. Это лаборатория. Просто, знаешь, вот вы, я не знаю, я не могу вам показать, понимаете, завод Торея, да, что вы понимали, это огромнейший город по производству, ну, прям реально город. Мы там ездили на автобусах и прочее, съемка там запрещена. Такая, знаете, я сделал что-то подпольное там. Это на других брендах можно, а, снимай, делай все, хочешь, тебе ничего, ни слова не скажешь. А у Торея запрещено. Технология. Они хранят свои технологии. То же самое у Гордаица. Вот. И это я к чему? К тому, что вот лаборатория испытания, да, вот это по квадратам, не знаю, наверное, 200 на 200. Это только лаборатория по испытанию мембраны. Как она работает. Миш, извини, комплиентирующий вопрос. Какого художника тогда вот за худший по качеству вейдерсы, по мембране, по всему, просят такие деньги гораздо больше? Это, я, слушай, это дело там маркетинга, еще, да, пусть как хотят, так и просят. Пусть потребителя берет, хавает, ломается, упирается, да, и прочее. У нас все так остается. Достойный ответ. Гарантия вот, как она была, так она и осталась, а не мифические там, другие цифры. За все всегда в ответе. Будем закругляться? Да. Да. И так, я думаю, наговорили очень много. Спасибо, друзья, за просмотр. Да. И до новых встреч. Всем пока. А теперь давайте про Шармакс. Руки затекли. Чуть это за хуня, че, единицы только. А, ну давай. Смотрите, у Михаила еще здесь я обратил внимание по поводу вот этих брызговиков, я их назвал сзади. Говорят, для чего они сделаны? Они и спереди есть, и сзади. И, соответственно, Михаил сказал, что это вот так делается, когда снимать. Ну да, налипшие и прочее. Налипшие, когда снимаешь, и это обратно. Прикольно. О, нифига себе. Тебе Мишка занят, я знаю, кто это.